МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние» и у нас будет интересная тема. Удобно устраивайтесь у ваших телеэкранов. Я предоставлю специального гостя, старшего пастора церкви. Приветствую. Церковь христианской веры. Благодарю, пастор Вере, за возможность быть здесь. Сергей Головей. Welcome. Спасибо большое. Очень-очень всегда почтен возможностью быть с тобой, быть с телезрителями. И я думаю, что, не думаю, знаю, мы стоим на пороге очень важного события здесь, в жизни американского народа. И, наверное, вот в этом ключе мы немножечко поговорим. Но не только в контексте самих предстоящих выборов. Спасибо еще раз. Вызвано тем мое приглашение, и мы согласовали некоторые штрихи до эфира о том, что вызвано приглашение тем, что мы стоим на пороге, как ты говоришь, интересных событий на политическом олимпе этой Богом благословенной стране. И некий резонанс, и дисбаланс, и резонанс, и все, что с этим связано, это все приурочено к тому, что идет сильнейшее противостояние против Трампа. Абсолютно. Сильнейшее. Я думаю, пастор Юрий, мы еще не, грубо сказано, высохли от всей вот этой тягомотины выборов 2016 года, от самых последних или в последнюю минуту сюрпризов предвыборных. Я, ну, тяжело, наверное, выбросить из памяти, что имело место в октябре 2016 года, какие обвинения были представлены. И продолжают быть. И предоставлены, были представлены, и продолжают быть. И в какое затруднительное положение это поставило людей, как мы с тобой, евангельскую общину Америки. Потому что, с одной стороны, были обвинения в очень таких... Неблаговидных. Неблаговидных вещах, которые имели сексуальный подоттенок, и аморальность, и, быть может, какую-то неверность. И это делало выбор для евангельской общины Америки очень затруднительным. Потому что, с одной стороны, была женщина, которая тоже прошла очень немало в отношениях со своим мужем, но все-таки осталась в семье. Она имела полное право уйти, но она все-таки осталась в семье во имя сохранения семьи. Было это наиграно или не наиграно, а судьи кто? А с другой стороны, был человек, у которого были конкретные промахи, просчеты, погрешности. И, как я сказал, что это делало наш выбор очень затруднительным. Я делаю это вступление, чтобы немножечко освежить в нашей памяти. Я никогда не забуду. Я вылетал из Сакрамента, мне кажется, я направлялся на Сиэтл. И в аэропорту, когда только вся вот эта новость о прошлом, из жизни кандидата Трампа всплыла, можно представить себе все телевизоры в аэропорту, все репортеры, все заявления в этом аспекте. И мне интересным было заявление, которое сделал Фрэнклин Грэм. Думаю, как же они, люди, у которых история пребывания, они родились здесь. Чего они только не видели уже в своей жизни. Мне было интересно узнать, что он думает по этому поводу, какую оценку он дает. И вот была выработана следующая фраза. Не знаю, скоординированно, не скоординированно, не берусь судить, но заявление следующего содержания. Будущие Америки для меня намного важнее, чем прошлое Дональда Трампа. И я подумал про себя. Ну, просто классически, да, лучше не придумаешь. И мы знаем, что имело место в ноябре 2016 года. Мы знаем о опросах общественного мнения, которые были против Дональда Трампа. Вероятности ровно там в 5% ему победить, вплоть в один день до выбора. Подавляющее большинство вот этой, мы называем ее политическая интеллигенция, да, которая проживает на восточном побережье, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Ровным счетом 5% шансов победы. Но все поменялось, и все поменялось. Овернайт. Овернайт. Что было мотивирующим фактором для евангельской общины Америки? Почему они оказали ему беспрецедентную поддержку, как никакому другому республиканскому номинанту, даже с более пристойной... И консервативной, возможно... Моральной стороной, да. И одна из вещей, которая сработала на него, и мы, кстати, пастор Юрий на наших программах в прошлом говорили об этом неоднократно, но об этом никогда не будет лишним повториться, потому что это стало, на мой взгляд, одной из, если не самой главной, то одной из самых главных причин, почему он все-таки победил. Кто-то ему посоветовал, или он сам интуитивно к этому дошел, что очень серьезной монетой, которая сработает на меня, это будет обещание. Христианской общине Америки в отношении судей, которые я... Верховного суда. Верховный суд. И не только Верховный суд. Кстати, есть ряд ниже стоящих судов в Соединенных Штатах Америки, которые Дональд Трамп укомплектовывает. И никто об этом не говорит. Но это происходит. И очень, кстати, успешно происходит. И он предоставил список. Там было 25 или 26 человек. И он сказал, когда я... Если я стану президентом, я гарантирую вам, я обещаю вам, что вот из этого списка я назначу людей Верховный суд. Ну, люди начали анализировать этот список. Оказалось, что в большинстве 99,9% это очень консервативные, морально-консервативные люди. Мы называем их оригиналист, да? То есть они интерпретируют Конституцию такой, какой она была написана почти... Кстати, мы только отпразднули День Конституции, 229 лет. Один из самых старых документов вообще в истории цивилизации как таковой. И надо же такому случиться, что вот эта вся возня 2016 года, вакансия в Верховном суде, и он только становится президентом после присяги в 2017 году, в январе месяце, он сразу делает первую номинацию. Опять события исторические. Это человек уже сейчас... Номинацию в Верховный суд. В Верховный суд, да. О Верховном суде мы сейчас говорим, потому что, по сути, предстоящие выборы, они в равной мере, прямо или косвенно, они все возвращаются туда. Потому что баланс Верховного суда очень и очень важен. На своих радиопрограммах, на наших эфирах мы в равной мере говорили, почему избрание президента настолько важно. Потому что номинация в Верховный суд, которая инициируется президентом, она переживет президента. Она переживет его срок, первый срок, второй срок. Она переживет... Декады, целые декады. ...самого президента. Да. Средняя продолжительность пребывания людей в Верховном суде минимум... Тридцать с чем-то лет, да. Двадцать пять, тридцать. То есть мы говорим о целом, целом поколении. И вот, надо же было такому случиться, что в семнадцатом году он номинирует одного, и в восемнадцатом году он номинирует второго. Вот в этом плане действующий глава Белого дома, он уже в исторических книгах. Он на коне, уже на коне. Я не знаю, может быть, кому-то и из сорока пяти или сорока четырех предыдущих предоставлялась такая возможность и привилегия, но он, конечно, лидирует в этом аспекте. И прошу прощения, это к теме. Надо молиться, чтобы Бог убрал, скорее всего, Гинсбрук. По-моему, это женщина, которая из ряда вон выходящих евреев, которых мы уважаем. Сильно либерально настроены. И как можно, как можно в таком возрасте... Ну, нам это непонятно. Нам, видно, умом не понять это. Может, американцы и понимают это. Как можно в преклонном возрасте, и уже скоро девяносто от роду, и как можно, стоя у черты, по большому счету, они же понимают. Как можно, стоя у черты, как мы говорим, перехода в вечность, и быть таким негодным. Кто-то сказал даже, не помню, и не хочу ошибиться, Черчилль вроде бы сказал, если вы молодой и вы не либерал, у вас нет сердца, а если вы повзрослели, и вы не консерватор, у вас нет ума. Как-то вот примерно... Типа это. ...примерно в таком возрасте, да. Так, собственно, и наш разговор сегодня, наша встреча сегодня в контексте предстоящих выборов, она, повторюсь еще раз, прямо или косвенно возвращает нас к вопросу номинации и баланса в Верховном суде. Что мы имеем, пастор Юрий, на данный момент? Вот, по сути, сентябрь месяц за окном, каких-то 6-7 недель остается до предстоящих выборов. Мы их называем midterm, промежуточные выборы. В первую очередь хотелось бы адресовать этот вопрос с позиции исторического тренда, да. Все-таки цифры — это упрямая вещь, и есть определенный тренд, который свидетельствует против Трампа на сегодняшний день. Что я имею в виду? Как правило, как правило, партия Белого дома теряет голоса в первых выборах, в первых промежуточных выборах. Якобы соблюдается вот такой баланс. Хорошо, вы удерживаете Белый дом, тогда электорат отдает предпочтение Конгрессу, чтобы не была односторонняя, так сказать, политика. Когда Трамп победил в 2016 году, вот этих два года, он наслаждается, его можно назвать, политический ханимо, потому что палата представителей в руках республиканцев, его однопартийцы, и Сенат в руках республиканцев в равномерии в его однопартийцам. Перевес в палате значительный, перевес... 200, да, из 200 чем-то там 23,26 голосов. Перевес в Сенате... Два голоса. Минимальный, то есть там... Вот и вот первые промежуточные выборы для главы Белого дома. Как они... Как... Как... Каким будет расклад? Именитые президенты, пастор Юрий, которые оставили следа, после смерти которых американский народ все еще ставит их на очень высокий педестал. Мы говорим о Рейгане, да, и мы говорим о ряде других. Они теряли в первых промежуточных выборах. Это исторический факт, от него мы никуда не уйдем. Были ли исключения из правил? Были и исключения из правил. Были случаи в нашей истории, в нашей истории выборов, когда партия президента в промежуточных выборах может быть не сильно приобретала, но немного теряла. Не теряла столько, чтобы упустить свое большинство в Конгрессе. И для Трампа на данный момент это очень и очень важно. Собственно, вот на это хотелось бы обратить больше внимания. По сути, когда народ пойдет на выборы, и мы, наверное, пользуясь возможностью, хотим поощрить людей, наших соотечественников, к тому, чтобы не остаться вне удела, быть активными в жизни общества. Если вы гражданин и еще не зарегистрировались, зарегистрируйтесь, чтобы голосовать. Потому что мы в равномерии тоже неоднократно говорили об этом. Зачем потом мы сетуем? Законы нас не устраивают. Или обвиняем демократов. Или обвиняем кого-то, или еще что-то делаем. У нас есть священное право. Право голоса. Один человек, один голос. Надеемся, что это так и зарабатывает. Поэтому 6 ноября в этом году, первый вторник после первого понедельника, Америка идет на выборы. И я бы хотел поощрить вас, чтобы вы сделали, ну как бы, поучаствовали в этих выборах. За кого голосовать, возникает вопрос. И прежде чем мы адресуем эту сторону, немножко поговорим о том, какие возможны варианты, каким будет Конгресс в январе 2019 года. Первый сценарий, это когда все останется по-прежнему. Что это значит? Это значит, что республиканцы удержат за собой большинство в Палате представителей, и республиканцы удержат, а может даже и добавят какие-то места в Сенате. Возникает вопрос, на кого это сработает больше всего. Ну конечно же, это сработает больше всего на президента Трампа. И одна из причин будет сводиться к тому, что он начнет, может быть, образно выражаясь, бить кулаком по столу и сказать, что я все-таки выше всяких трендов. Я вот продемонстрировал еще раз, что если я разговариваю на языке народа, то народ будет голосовать за моих однопартийцев всегда. И плюс противостояние между Конгрессом, Сенатом и Белым Домом, оно очень усугубится, потому что там начнутся ломаться копья конкретно. Безусловно. Если до этого оно еще, так сказать, сдерживалось большинством, республиканцам, тогда руки будут настолько развязаны. Еще один момент, какой важный момент. Палата представителей, иногда народ не... Я не скажу, что я большой эксперт в этом отношении, но палата представителей, комитеты в палате представителей, нижняя палата Конгресса, это по сути американский кошелек. Она отвечает. Мы говорим это по-английски appropriation, то есть они прописывают потенциальную статью расходов в отношении абсолютно всего. Какие-то научные исследования, инфраструктура, военная. Тут же welfare. Абсолютно все. Иммиграционные квоты. Каждая, каждая статья исходит из комитета в палате представителей. Поэтому, какие люди будут там? А ты сделай поправку, что большинство, которое берет верх в палате представителей, в равной мере и в Сенате, и в Конгрессе, так они возглавляют эти комитеты и подкомитеты. Абсолютно. Партия, которая контролирует большинство, она и возглавляет комитеты. И она имеет в комитете больше своих однопартийцев. Поэтому, кто будет писать эту статью расходов? Чему будет уделяться предпочтение? Какие расходы вообще прекратятся? Какие уменьшатся? Какие расходы увеличатся? Увеличится ли благосостояние среднестатистического обывателя? Это зависит, по большому счету, от людей, которые в палате представителей. Поэтому для Трампа это очень важно, чтобы его люди, может громко сказано, его люди, чтобы его однопартийцы возглавляли эти комитеты. Почему важно ему сохранить большинство в Сенате? Ему важно сохранить большинство в Сенате по той простой причине, что президент назначает, номинирует людей в Верховный суд и не только в Верховный суд. Но Сенат имеет право согласно Конституции эту номинацию одобрить или эту номинацию отвернуть. То есть есть ряд, добавлю, есть ряд из назначений разного уровня и федерального уровня, наверное, в основном федерального, когда Сенат назначает, идет через слушание номинации какого-нибудь кандидата, как ты говорил, и административные суды, не знаю насчет хозяйственные или нет, кроме Верховного суда идет ряд федеральных судов, апелляционных судов, комитет, есть ряд назначений или постов, которые служат в исполнительной власти, то есть по правую сторону в кабинете президента, но они должны пройти номинацию через Сенат. Продолжаем. Если он теряет большинство в Сенате, то, конечно, это приведет, он может дать, к примеру, он может дать какого-то номинанта на Верховный суд, Сенат скажет, мы отвергаем, мы не хотим даже рассматривать его, или они предоставят возможность этому номинанту, пройдут слушание и потом комитет проголосует против него. Поэтому в этом плане здесь для президента очень и очень важно. Первый сценарий, я возвращаюсь, каким может выглядеть конгресс, или каким может быть расклад на январь 2019 года. Это все останется на своих местах в плане того, что Белый дом контролируется республиканцами, Палата представителей контролируется республиканцами и Сенат контролируется республиканцами. Второй сценарий, я думаю, на данный момент это более, наверное, вероятный, это потеря Палаты представителей, потеря большинства республиканцами в Палате представителей, если демократы одержат победу, будет это перевес в один голос, два голоса, в десять голосов, не имеет значения. Все комитеты в Палате представителей сейчас уходят под управление демократов. Демократы будут иметь больше людей в этих комитетах и таким образом, как мы говорим по-английски, они будут иметь upper hand, скажем, следственный комитет. Они могут на что-то закрыть глаза, они могут на что-то сделать ударение. А та же самая статья расходов по самым разным группам социального благосостояния, те же аборты, иммиграция, военные расходы и пошло и поехало. То есть второй сценарий Палата становится демократической, Сенат остается республиканским. Все-таки вероятность потери республиканцами Сената есть, но очень и очень маленькая. Я говорю об этом по той простой причине, что в тех штатах, где Трамп победил, и в некоторых из них победил очень и очень существенно в 2016 году, сенаторы от этих штатов, демократы, идут на перевыборы. Поэтому им вступать в конфликт с политикой Трампа очень и очень сложно. То есть они как бы будут работать в этом случае против себя. По-моему, на кону разве не стоит Аризона, ушедшего в бытие этого Маккейна? С Аризоной немножко другая ситуация. На место Маккейна был назначен губернатор, сенатор, который, кстати, был в Сенате. Был в Сенате. Джан Кайл, вроде бы его зовут. Он должен дослужить срок Джана Маккейна. Или, там, все будет зависеть от того, как прописывает Конституция штата, чтобы пойти на перевыборы. В Аризоне вопрос не о сенаторском месте Маккейна. Другой сенатор, у которого не было шансов победить, поэтому он проиграл ранние выборы и сейчас на главных выборах в ноябре месяце якобы по последним опросам общественного мнения Джефф Флейк он не баллотируется вообще. Он вышел из игры, республиканцы назначили нового человека, она победила, женщина, мне кажется, и по последним опросам общественного мнения якобы она уступает демократу. Но в политической жизни у нас сегодня сентябрь месяц очень много сюрпризов. Но я, наверное, склонен больше утверждать, что похоже республиканцы удержат Сенат, а похоже республиканцы удержат дай бог потому что что сделал предыдущий предыдущий спикер парламента американского предыдущий когда он учредил не 70 и 30 процентов утверждения кандидатуры Верховного Суда judicial nomination а он сделал большинство простое большинство против себя и сработали потому что если бы это правило не было адаптировано то Трамп вряд ли бы пропустил первого номинанта Верховный Суд уже не говоря мы к нему кстати вернемся еще через какое-то время итак сценарий номер первый каким быть Конгрессу американскому Конгрессу в 2019 году это либо останется все на своих местах то есть палата будет удержана республиканцами и Сенат будет удержан республиканцами это самый лучший расклад для для нас для Трампа для нас потому что вероятность роста экономики в равной мере увеличивается будем надеяться что республиканцы более сдержанную политику в отношении Растрад а мы имеем в последнем квартале 4 с чем-то 4.1 4.1 это наверное за последние сколько 12 лет это впервые и что нас как бы должно беспокоить это наш дом национальный дом он измеряется там 20 чем-то триллионов долларов поэтому этот вопрос должен быть адресован и Америка должна взять себя в руки и шаг за шагом выплачивать выплачивать свои долги и так первый сценарий это все остается на своих местах второй сценарий это разделенный конгресс сенат в палате сенат в руках республиканцев палата представителей в руках демократов третий сценарий наверное самый меньше вероятный это когда обои полная перемена и сенат и и палата представителей станут демократическими я хочу еще раз потому что пастор Юрий собственно ты с этого и начал сегодняшнюю нашу встречу вот это противостояние оно в какой-то мере ну мы тоже уже в Америке не вчерашние нельзя сказать что мы вот вчера вышли с трапа самолета и пытаемся здесь понять как общество устроено и куда она движется в нашем случае мы уже 28 год здесь в этой стране я знаю что ваша семья приехала даже на несколько лет на несколько лет раньше мне кажется скорректируй меня если я не прав вот такого антагонизма никто здесь не обожествляет конечно трампа как человека да у каждого есть какие-то опрометчивости у каждого есть какие-то погрешности никто не совершен это однозначно сказать что предыдущие хозяева белого дома были безупречными конечно не приходит были люди у которых были тараканы посерьезнее чем у сегодняшнего главы но я говорю за сам вопрос вот этой неприязни ненависти антагонизма мне кажется это очень и очень беспрецедентно я неоднократно говорил кругу своих друзей и осмелюсь это сказать на нашей программе сегодня это не имеет отношения к человеку это это духовное состояние общества несомненно это духовное противостояние вот почему христиане должны занять более активную позицию и как минимум чтобы молиться потому что к этому нас призывает священное писание апостол Павел в послании своем к Тимофею говорит прежде всего прежде всего прошу прошу совершать молитвы прошения моления благодарения за всех человек за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную да он призывает молиться за тех с которыми быть может мы и идеологически не согласны мы в равномерии говорили на пролирующих наших программах когда в 2000 скажем в преддверии прошлых президентских выборов молилась ли христианская община за 44 президента я не исключаю не все далеко не все соглашались с тем что он делал абсолютно но молиться это наш это на это это наша ответственность это не то что это долг это то что мы должны делать прежде всего прошу совершать молитвы прошения моления благодарения христос сказал чтобы мы молились за обижающих нас уже не говоря о людях которые достигли самых высоких постов и наша молитва должна сводиться к тому чтобы в их лице нам увидеть вот тех мардахеев да из истории иудейского народа которые говорили во благо своего народа которые желали самого лучшего своим своим согражданам и людям над которыми им сам бог дал определенную определенную власть в силу наверное твоего положения ты так сказать я заметил ты более так аккуратно эти вещи говоришь и ты правильно делаешь я более может быть в силу прямо линейного его да как говорится с присущей мне прямотой я могу сказать что например если говорим за 44 президента индикатором духовным духовным индикатором наверное предыдущей администрации или общества в целом если говорить это это их выбор это был конкретно и я не я не забираю из количества электората не забираю чернокожие население которое меня шокировало в 98% отдав голоса христианские христианские они же все воцерковленные я об этом говорил я настолько далек от расизма и все что связано с дискриминацией по цвету кожи или лица я далек от этого и мы должны быть далеки от этого но тем не менее меня шокировало и я не перестаю удивляться их голоса в счет этого человека который сказал я значит я воссоединю два человека одного пола и легализую их положение это делало нашу позицию общественную более затруднительной потому что когда очень веские голоса евангельские голоса афроамериканские лидеры пасторы служители весомые очень ну как бы люди у которых большой большой микрофон но это было это это было очень сложно да и я неоднократно хотя у меня есть приятель который меня всегда говорит Сергей это 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 не в отношении этого написано но я цитировал неоднократно 42 Исаии 19 стих где пророк говорит кто так слеп как раб и глух как вестник мною посланный то есть я смотрел и думаю как вот мы превращаемся в общество ниневитян мы не можем разобрать где правая рука где левая рука только потому что мы идентичны по цвету кожи с президентом мы оказываем ему безоговорочную поддержку или демонстрируем безоговорочную поддержку несмотря на то что человек что человек это говорит во первых не просто об искажении истины для меня пусть это субъективное мое мнение мне говорит это о богоотступничестве и меня совершенно не смущает аллилуйя а воочи поднятые руки рукоплескание в воскресном служении бегание по кафедре вот с хромогласными какими-то лозунгами меня совершенно это не смущает может быть мне когда переваливаешь за 50 и уже понимаешь по другому смотришь что интересного даже если уже говорить коль мы ведем хочешь не хочешь вопрос возвращается к 45 я там главе белого дома вчера мне кажется вчера или позавчера сегодня вчера или позавчера были предоставлены нам данные о благосостоянии испаноговорящей общины не общины а населения а ну-ка озвучь доход среднестатистический доход латинос моих называем испаноговорящих самый высокий за когда-либо при президентстве Дональда Трампа в равной мере и чернохожие афроамериканцы они переживают рост в своем доходе массовое количество людей уходит с социальных программ того же вэлфера потому что есть рабочие места и многие работодатели кричат мы готовы платить нам надо нам надо рабочие в то время когда картина по трудоустройству во время предыдущего 44-го для тех же афроамериканцев она была совершенно совершенно другая и в то же самое время средства массовой информации пытаются доказать вот американцу что из-за того что у Трампа вот такая позиция в отношении нелегальной эмиграции он как бы отталкивает испаноговорящих людей от себя но это в равной мере далеко далеко от истины потому что ты знаешь далеко от истины но плюс к этому замалчивается сознательно умышленно злонамеренно умалчивается потрясающие достижения смотри я тоже все что работает я держу свою мысль все что работает чтобы ему был отдан хоть маломайский кредит оно никогда не будет озвучено в средствах массовой информации смотри смотри кто-то приводил пару недель назад приводил статистику что среднеамериканский обыватель а особенно тот который подсел на биржу со своими этими кровнозаработанными они они имеют потрясающий дивиденд и последние несколько лет всплеск той же биржи тех же тех же доходов на на акциях каждый из них имеет и говорили из-за тех работников CNN или MSNBC которые они имеют на 401k на всяких этих кей и на на акциях в компаниях они имеют потрясающие они миллионы зарабатывают и я здесь усматриваю ты очень верно подметил что здесь настолько вот это духовная составляющая и противление по большому счету мне понравилось Франклин Грэм он он когда он говорил пару лет назад когда началось против Трампа а он же был активным апологетом так сказать избрания Трампа он сказал так говорит это ненависть не против Трампа но как только он в своей предвыборной платформе он указал и плюс к этому говорит как только увидели евангельских лидеров молящихся в Белом доме с возложением рук даже за него говорит это перешло в русло уже духовного противостояния против евангельских христиан и вот настолько эта мысль она меня пленила я прекрасно понимаю что сейчас Трамп по большому счету никто но а с какой ненавистью с какой злобой даже даже слюны пускают в прямых эфирах потому что вот как ты назвал это антагонизм он по большому счету ненависть против христиан имеют духовную подоплеку это вне всякого сомнения как мы уже говорили я не то что американцы говорят я родился ночью но не прошлой ночью то есть мы не свежие здесь уже почти по 30 лет и нельзя сказать что мы полностью безучастны в гражданской жизни и наблюдаешь за этими всеми процессами и ненавидели ли Буша ненавидели может быть и было за что особенно вот эти подвязки военные и все остальное Рональд Рейган в равном мере он был но вот до такой степени до такой категории как это происходит сейчас с нынешним главой Белого дома это очень беспрецедентно иногда я слышу голоса люди говорят что Америка на грани второй гражданской войны я говорю может быть мы уже в ней вам чего еще не хватает чтобы брат брата начал стрелять на улице или это уже есть война кстати вчера или позавчера был убиен полицейский это из наших славянского да что ты говоришь я летел в самолете вчера и открыл буквально славянского происхождения вроде бы думал фамилия это из наших кто-то из наших людей из славянского происхождения молодой человек 20 27 лет немножко другая вещь кстати было бы наверное уместно к концу эфира помолиться за эту семью ты знаешь семью нельзя сказать что я знаю их очень очень близко но я знаю людей которые их знают и знаю сторону семьи в которую он пришел взял дочь их то есть это христиане были абсолютно 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 поэтому наши соболезнования и убьем он был чернокожим я не знаю всей этой истории не знаю открылась ли личность этого человека говорят что чернокожий застрелил не исключаю но не буду утверждать он был полицейским исполнял свои обязанности был сделан вызов и никто не мог рассчитывать что среди белого дня человек сразу начнет вердать у него очень серьезная криминальная история и он понимал чем это может закончиться если произойдет арест выхватил пистолет и застрелил и начал погиб этот наш так сказать человек наш соотечественник была ранена женщина с которой он контролировал вместе и вроде бы был ранен также еще один человек оказавшийся просто заложником этой нелепой ситуации среди бела дня вот что больше всего в этом в этом случае обескураживает мы говорим о реалиях о реалиях и возвращаясь вот к нашей наболевшей теме мы сейчас перейдем к интересной мы продолжим интересную мысль я сделал некоторую некоторую подборку она шокирует очень многих дело в том что когда я чуть-чуть копнул глубже относительно какой же электорат дабы победить демократы так сказать стараются привлечь на свою сторону выслали мне ряд публикаций а также вырезок из видеообращений и их телевизионных выступлений оказывается демократические эти верховоды они арияна стараются привлечь гомосексуалистов на свою сторону ну всяких переделанных там лгдп этих нетрадиционной делаются огромные финансовые вливания в калифорнии это само собой в массачусетсе в колорадо там эти комьюнити в нью-йорке кстати большие эти комьюнити тоже для с тем чтобы они отдали свои голоса и не только отдали свои голоса чтобы они выдвигали своих кандидатов и как результат этого целый ряд целый ряд из них они выдвинули свою кандидатуру дабы нижнюю палату этих конгресса баллотироваться баллотироваться об этом сценарии кстати мы как бы начали три возможных сценария каким будет конгресс в 2019 году это все останется на своих местах республиканцы удержат большинство и в палате и в сенате второй вариант это демократы победят и в сенате и в палате представителей и третий наверное самый более вероятный это демократическое большинство в палате представителей и большинство республиканское в сенате что будет происходить вот как бы опять же из-за того что вот эта ненависть антагонизм настолько зашкаливает вообще в отношении нынешнего президента я не исключаю я не могу говорить со стопроцентной вероятностью но я не исключаю что если демократы получат большинство в палате представителей начнутся слушания в отношении импичмента что такое импичмент импичмент это процесс устранения президента от власти от исполнения его обязанностей импичмент это процесс в два этапа он начинается в сенате прошу прощения он начинается в палате представителей в этом случае трамп сорок пятый президент то есть за всю историю Америки из сорока четырех которые были перед ним два президента были импич сорок второй сорок второй Билл Клинтон это уже в нашу бытность здесь в Соединенных Штатах Америки Эндрю Джексон это был девятнадцатый век два из них были импич то есть палата представителей запустила процесс для того чтобы удалить человека убрать его сместить его с его с его должности но второй шаг это устранение от самой от самой власти от исполнения обязанностей если палата представителей в ответе за импичмент то сенат в ответе за устранение то есть получается примерно такой расклад палата представителей говорит мы провели своими следственными комитетами расследования мы у нас есть улики для того чтобы и мы проголосовали мы считаем что вот этот вот этот президент так было с Эндрю Джексоном в девятнадцатом столетии так было с Билл Клинтоном в двадцатом веке и чуть не стало с Никсоном чуть-чуть если бы кстати он не самоустранился да то несомненно то наверное бы так и произошло и мы считаем на основании наших расследований что этот человек недостоин я упрощаю потому что эпитеты подыскиваются совершенно другие он недостоин быть президентом когда они закончили свой процесс палата представителей все переходит в сенат потому что сенат это орган который ставит все точки над и верхняя палата мы соглашаемся с палатой представителей или давайте не будем спешить каким образом они говорят да или нет методом голосования так вот в 19 веке когда Эндрю Джексон был импич он не был ремоуд я буду использовать английское слово да потому что ремоуд это ответственность сената не было достаточно голосов в сенате чтобы одобрили решение палаты представителей а их должно быть 70 не менее 70 то же самое имело место и с Билл Клинтоном то есть палата представителей контролировалась республиканцами они были очень да ярыми настроенными против него и все-таки сделали свое дело когда все перешло в сенат у республиканцам не хватило голосов плюс сенат контролировался демократами на то время я вот не уверен надо 66 две трети сената или просто большинство для свержения вот за это я не знаю стояло число стояло 70-30 насколько я помню ну это две трети две трети да вот мне надо и кстати его сдвинули даже не за грех который неблаговидный совершал а за то что он под присягой лгал да поэтому здесь тоже смотришь на эти вещи здесь не столь отягчающим обстоятельством является свершенное деяние как мы говорим на моральной стороне а то что он сказал так сказать публично поэтому если кто-то волнуется свергнут Трампа или не свергнут не торопитесь не торопитесь потому что это очень очень сложный процесс не надо колебаться умом да потому что и сам расклад как бы ну иногда люди переусердствуют да потом это работает против партии которая инициирует так произошло с республиканцами в отношении Билл Клинтона они то сделали импичмент но они потеряли в выборах 98 года потому что у Клинтона при всем этом была поддержка у электората общество и мы перейдем сейчас к последней номинации в верховный суд который выдвинул Трамп на удивление из того списка 24 или 5 человек действующего номинанта там не оказалось то есть мне кажется он был был да но я не буду утверждать возможно и чем кончилось на последние несколько месяцев если быть точным с июля месяца с начала июля он проходил слушание в конгрессе проходил слушание поднимали всякие вопросы но камнем преткновения для демократов которые являются в большинстве в подавляющем большинстве то есть а если быть точным сто процентов они за аборты и вот когда я слышу что стоит вопрос относительно его прошлого он высказывал неоднократно будучи еще в административных судах нижней инстанции он высказывал свои мнения где-то там находили его имейлы потом и прочее о том что он его так сказать смущает вот относительно абортов то что было принято вершис да да вершис 73 год он говорит это очень спорно и прочее и прочее я бы стал в вопросительные знаки и встревожился ад ирод встревожился с Иерусалимом из-за того что они испугались что может быть забран то есть забран возможность абортировать детей а рьяные соратники сторонники и защитники этого это демократы ярко выраженные демократы тут я тут я так сказать буду категоричен наверное и прямо линейен то есть каждый из демократов без исключения без исключения как бы они заулированы свою позицию не изъясняли но тем не менее они рьяные сторонники абортов здесь я думаю прошу прощения и поэтому если вы воцерковлены и тем более евангельские христиане наши наши соотечественники в любом из штатов друзья сохрани вас Бог голосовать за демократов я уже настолько прямо говорю скажут полез Чернецкий в политику сохрани Господь вас голосовать за демократов друзья не присоединяйте грех к греху сохрани вас Господь я знаю из кафедры ты этого не скажешь потому что я думаю что вот в этом случае никогда не будет лишним как бы объяснить нашу позицию в отношении абортов я думаю никто вот в своем здравом уме особенно хоть даже приближенный к церкви имеющий хоть какое-то отношение к христианству он не будет защищать аборт как действие почему потому что мы верим это наши убеждения и они не безоснованные они и страниц священного писания что жизнь Бог дает в момент зачатия поэтому прерывание беременности это по сути убийство Бог говорит не убей аборт это не просто вот женщина рассматривает ситуацию что будет лучше для ее тела это убийство это убийство потому что Бог это автор жизни и только Бог имеет право принять жизнь вот это наша будем так сказать ортодоксальная точка зрения с чего все начинается что такое аборты через призму политики почему это вот такой неподъемный камень потому что в 73 году имел очень такой шумный кейс который достиг Верховного Суда и в 22 января 1973 года женщина победила Роберт Суэйт которая кстати надо оговориться в том что впоследствии стала евангельской христианкой и вела кампанию против но уже было поздно но уже было поздно что по сути Верховный Суд учредил 22 января 1973 года Верховный Суд постановил что женщина да имеет право на основании там какие-то там поправок в Конституции что-то они нашли и узаконили аборты к чему это привело это привело к тому что аборты стали субсидируемы государством в огромных размерах поэтому никто друзья послушайте меня пожалуйста очень внимательно никто в своем здравом уме да я против абортов ты против абортов подавляющие большинство евангельской общины Соединенных Штатов против абортов почему мы настолько прямо об этом говорим и готовы озвучить свою позицию Христос сказал из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния если сегодня вот это должно быть донесено потенциальному избирателю если сегодня большинство в Верховном Суде постановит что решение от 22 января 1973 года будет аннулировано аннулировано и не выдерживает абсолютно никакой критики что-то поменяется в мировоззрении людей в сердце людей нет решение Верховного Суда не меняет сердце только благодать Господа нашего Иисуса Христа может изменить сердце человека если произойдет отменение решения Верховного Суда от 22 января 1973 года прекратится финансирование финансирование абортов клиник абортов на государственном или лучше сказать на федеральном уровне а их тысячи друзья их в Америке тысячи я, ты и ряд других наши кромные налоги они не будут идти на аборты мы говорим наша официальная позиция решение Верховного Суда не поменяет сердце человека оно прекратит реку финансовую реку в клинике абортов но друзья есть ряд частных вливаний которые и если кто-то страстно верит в аборт в прерывание беременности и у него очень глубокие карманы иди в частную продолжайте финансировать сколько угодно или кайся вот наша сторона то есть я бы хотел чтобы люди понимали четкое разграничение между одним и другим никакое решение Верховного Суда не поменяет сердце и очереди в клиниках абортов я не думаю что уменьшатся из этого вопрос финансирования но я не буду в этом добавляю но я и вы мы не будем в этом участвовать нашими финансами вот в чем дело здесь как бы монета в две стороны потому что когда начинается какая-то очередная военная кампания со стороны Америки те же наши доллары участвуют в этом мы в равной мере если не прямо то косвенно поборники всего этого и это нас ставит опять перед очень сложным моральным выбором если а надо стране идти туда а мы в самом деле что-то хорошее распространяем или быть может мы отстаиваем ну какие-то геополитические геополитические игры в которые мы нелепо вовлекаемся и за всем этим стоят просто огромнейшие огромнейшие суммы денег так вот еще раз если я могу повториться в этом я за то чтобы Верховный Суд отменил решение 22 января 1973 года по той простой причине что это осушит реку к федеральному финансированию в контексте самого абортирования и они исключают что люди будут выписывать большие чеки странные страшные поборники абортов чтобы эта практика продолжалась но вот здесь опять пастор Юрий мы начали с этого и этим наверное будем заканчивать нашу программу что номинация в Верховный Суд каких людей туда Дональд Трамп номинирует какой будет процесс слушаний какой будет процесс утверждения кто будет контролировать комитеты как в Палате представителей так и в самом Сенате все будет зависеть от того насколько дисциплинированными и ответственными будут избиратели выбора 2018 года чтобы пойти на избирательные участки и сказать свое слово последняя мысль я буду заканчивать ну не в надменности и не в гордости сказано мы не вчерашние но очень часто это самые важные выборы в истории Америки прекратите это все были и до нас и после нас солнце взойдет солнце взойдет но в самом деле они важны они важны как и любые другие выборы поэтому что я говорю людям но в Дээшюз на своем избирательном участке что беспокоит ваших сограждан за какие ценности поборает кандидат от вашего избирательного участка на каких основах стоит сенатор если он идет на перевыборы и голосуйте согласно ваших ценностей библейских ценностей здорово и это поможет нам сформировать общество Сергей очень лаконично мне нравится твоя лаконичность друзья у меня есть википедия я вышел в википедию перед эфиром и у меня у меня есть перечень гомиков и лесбиянок которые рвутся в эшелоны власти от демократической партии это потрясающе ни одного из них нет от республиканцев потому что еще нечто бог усмотрел в республиканцам написано нашел что-то доброе еще в нем еще что-то доброе нашел это потрясающе во всех 50 штатах во всех 50 оказывается без исключения рвутся демократы из числа этих геев и лесбиянок 43 штата они уже назначили своими кандидатами 43 штата лесбиянок и гомосексуалистов и кроме этого переделанные рвутся во власть переделанные тоже это непонятно это мужики или трансджендер да что интересно на федеральном уровне это просто потрясающе как только в прошлом находили республиканцы что в их рядах затерся какой-то гомосексуалист его украинцы говорят тышком-нышком его раз-раз убирали демократы это выпячивают и выдвигают это как большое достижение беджи-ланер такой совершенно верно то есть мэрами городов становятся становятся этими становятся губернаторами секретари оф стейт оказывается очень много на штатном уровне законодательном ну в палате представителей этого штатного уровня очень много лесбиянок и геев они рвутся для того чтобы это было трамплином уже в этом высшей власти чуть подальше то есть это просто потрясающе это просто потрясающе вот выйдите в википедию дабы не сочли меня голословным и вы будете просто очень удивлены очень удивлены поэтому это вот такого порядка анализ он наоборот должен подстегивать подстегивать среднестатистического обывателя даже из нашего славянского народа чтобы образовать себя конечно чтобы узнать что за люди во имя чего они туда идут какие цели они преследуют на какой платформе они стоят и 6 ноября в 18 году не просто отсидеться отоспаться даже не обязательно на избирательный участок можно послать свой бюллетень и сказать что вот мой голос вот человек за которого я стою и я верю что он будет самым или она будет самым лучшим представителем от меня на моем участке или в сенате проповеди служения пастора Сергея Головея церкви церковь христианской веры транслируется на импакте в 12.30 прямые эфиры каждое воскресенье и повтор в 6 часов вечера то бишь это вчера был повтор в 6 часов вечера тихоокеанского времени пастор Сергей спасибо как и всегда спасибо очень приятно спасибо Бог да благослови вас друзья мы беседовали говорили вы услышали поэтому оканчиваю программу Иисус Христос по-любому Он все равно любит вас любит служите Ему следуйте за Ним читайте Его Слово пребывайте в молитве а если не в церкви найдите церковь в Сакраменто абсолютно приглашает пастора добро пожаловать будьте благословены всего хорошего оставайтесь с нами на импакте в Сакраменто Сакраменто Продолжение следует...